для того чтобы бороться с этим ментовской беспредел нужно фиксировать и точно также о них снимать видеоролики и выкладывать эти видеоролики в социальные сети я рассматриваю данный материал как материал уголовного дела на каждого из этих скажем так сотрудников который просто отсрочен по времени всегда придет то время когда им придется отвечать почему вот то что они сейчас думают что они такие скажем герои там и тому подобное пройдет немного времени там 5 10 15 лет когда у них подойдет пенсионный возраст и с ними поступают и же скажем так соратники но вот как как вот как вот они сейчас поступают другими людьми и как и как скотов вышвырнуть без пенсии по статье с возбуждением уголовного дела под подставному какому-то заявлению тому подобное потому что никто не захочет им там такая политика они жрут друг друга никто не захочет им там пенсии платить там какие-то льготы сохранить и тому подобное это такая так система работает они потом будут плакаться что вот у нас отобрали там надо телевидение их будут снимать нас отобрали квартиру там то 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 я когда смотрю вот этих товарищей думаю да это ваш вас бог на коралл пришло то время когда вот вы сейчас плачетесь а я уверен на 200 процентов что до этого времени пока вот вы сейчас плачетесь вы творили такие вещи потому что находясь на эти до на этих должностях нормальный человек не может работать потому что то что я вижу вот далеко ходить не надо менты до такой степени не вот хочется матом ругаться охерели просто предоставляют суд видеозаписи с дозором где они устраивают пытку человеку просто я я не понимаю это что у человека должно быть в мозгах чтобы хочется ругнуться что они не боятся ничего ничего не боятся они привозят человека из больницы попавшего в дтп он в наручниках за спиной лежит лицом это на асфальте один ему становится на ноги другой задирает ему ну составах эти руки он орёт там блять матом просто горит убивают а ну там вообще это надо лучше один раз увидеть ладно первый эпизод зачем-то они это взяли в суд предоставили мозгов нету тупые второй второй фрагмент то есть здесь превышение полномочий просто стопроцентное превышение полномочий я не знаю они еще работают или нет их должны не просто уволить а посадить это первый второй момент доставили не человек они засадят его в клетку без задержанных за решетку в наручниках вот хочу ругаться и позвольте я буду ругаться все-таки потому что блять в охуели в наручниках человека да ты обязан сразу снять с него наручники человек который после дтп который теряет сознание там каждые пять минут и тому подобное ладно через полчаса через полчаса снимает наручники но не для того чтобы ему сделать комфортно для того чтобы провести процедуру административную отстранение транспортного средства там прям сидит в наручниках рулит прям в клетке в этой понимаешь они же это все снимают они снимают это все на дозоры и короче они его начинают в чувство переводить там так вот ну блин ну очнись как бы иду как бы не притворяйся ты же живой как бы мы же не с трупом составляем материал короче они там его приводит чувство и там грубое момента на видео там за лицо его берут дергают вот это все он просто рукой отмахивает это все и выключается дозор они его там извиняюсь за выражение херачат и потом херачат буквальном смысле херачат это в районе четырех минут выходит из камеры и заново включает дозоры и как будто они такие заходят но он уже лежит в наручниках опять в камеры в наручниках не за что от херачили одели наручники и заходят и типа начинает опять вторую серию снимать заново снимать как они составляют административный материал он там блять рыдает сука слышь меня рыдает что нет задыхается блять это все заснято прячет лицо в угол стены блять потому что его пиздили только что минуту назад понимаешь и вот они вот это предоставляет судебное заседание а в суде потом в рапорте пишут дозор вы кратковременно выключался уже в пути скоро что-то руками-маш ногами маш а 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 ну он а когда muchís у всем он говорить нет у Суха! Суха! Убиваю! Суха! Убиваю! Убиваю! Ногами не дергай! Лежи спокойно! Убиваю! 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 Объяснение надо! Будете давать по факту ВТП? Убиваю! Убиваю! Ну вы отказываетесь! Убиваю! 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 Ваши наручники сняли, чтобы по-человечески с вами разговаривать. Ведите себя по-человечески. Расписываться в акте будете? Скажите только да или нет. Вы меня слышите, Станислав Сергеевич? Расписываться в акте будете? Еще раз троните меня. Станислав Сергеевич, слышите меня? Станислав Сергеевич, меня слышите? Я отстраняю вас от управления, разъясняя при этом положение. В статье 51 Конституции имейте право не свидетельствовать против себя родных и близких, круг которых очерчен настоящим федеральным законом. В статье 25.1 имейте право знакомиться с материалами дела, заявлять кодатайство отводы пользу услугами защитника. И в статье 17.9 предусматривающая административную ответственность за дачу ложных показаний. Понятно вам? Станислав Сергеевич, вы меня слышите? Я вас отстраняю от управления автомобилем Ford Focus, Анна 431, Роман Роман, 51 регион. Так как у вас имеются признаки объединения, вы не имеете права управления. Понятно вам? Вы меня слышите, нет? Нет. Данислав Сергеевич, вы слышите меня или нет? Расписываться будете в протоколе отстранения от управления? Станислав Сергеевич, расписываться будете в протоколе отстранения или нет? Откуда приебайте. Станислав Сергеевич, вы слышите меня или нет? Давайте помогу съесть. Дайте отказ. Отказ подписи. Что? Б. Протоколе отстранения расписываться будете? Отказ приебайте. Отказ от подписи. Фиксируй. Фиксируй. Проходить о свидетельстве не будете при помощи прибора «Алкотектор» просто «Конги» на месте здесь. Будете проходить? Станислав Сергеевич, будете проходить? Даниси прибор, подожди, сидите. Почему себя так ведете-то? Вот прибор «Алкотектор» просто «Конги». Номер прибора 632-804, да? 632-804. Поверка на него. Посмотрите. Будете смотреть? Нет? Станислав Сергеевич, будете с нами общаться? Нет? Ломба. Посмотрите сюда, пожалуйста. Станислав Сергеевич. Посмотрите сначала. Это помпы не лежат. Вот. Ломба. Поверка. Поверка действительно до 14-12-2023 года. Будете проходить о свидетельстве не при помощи прибора или нет? Станислав Сергеевич, вы слышите меня? Станислав Сергеевич. Открывайте глаза только что. Открывали глаза. Слышите меня? Спокойно себя будете вести наручники с ними? Слышите? Нет? Станислав Сергеевич, вы слышите меня? Нет? Вы, как хотите, смотрите сами. Будете о свидетельствовании проходить или нет? Станислав Сергеевич, вы слышите меня? Свидетельствование будете проходить на состоянии опьянения или нет? Так как у вас признаки усматриваются. Будете? Не водите, значит вы водите в больницу. Мом, поедете? Ну, вы хотите, хотите. Пойдем. Закройте. Станислав, встаньте, я сниму. Закройте, давайте руки. Нас вызвали, мы что, виноваты что? Давай посмотрим, надо, поможем. Нет, не надо, написание нужно. Напиши, откажем. Давайте, обратно. Ребята, положили вас, ничего плохого не делать с вами. Надо посмотрим в глаза. Не болит ничего, до свидания. Что-то теперь. Давай, садись. 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 Садись, я говорю. Ну, не такой, ты пьяный, дорогой. Не надо, краситься. Давай, садись, садись. Станислав, не надо. Спокойно, спокойно. Мы ничего не можем. Зачем мне, справа, успокойтесь. Ну, что? Зачем мне, справа, тебе? Ну, мало ли, мы, может, сознание потеряли. Я говорю, поворачивайся, ничего плохого не сделаю. Почему? Вы вызвали помощь вам оказать. Помощь? Как думаете? Мы должны вас посмотреть. Ну, надо раздеться, надо посмотреть. Что еще сделать? Как, что? Раздевайся. Что же ты сделать? Давление поверили. Что же ты сделать? Ну, не хочешь. Вам скорая помощь нужна? Мужчина. Станислав, скорая, ну, вызвали вам специально. Скорая нужна. Станислав. Мужчина. Вы брали мне скорая помощь. Вы вообще, откуда взялись-то? Вы вызвали нас. Врачи. Нас вызвали. Скорую вызвали. Не надо, честно. Вы меня зачем трогали? Как? Раздевайся, будем смотреть. Что же ты сделать? Что же мы поехали? Вопрос. Тебе помощь не нужна, я приняла. Я тебе обрала. Так я спрашиваю, нужна или нет? Вы меня зачем тронули? Помощь нужна медицинская, Станислав. А кто же, кто же тебя что-то вы говорили? Тебе приехали помочь. Тебе не надо? Вы меня зачем тронули сейчас? Помочь приехали. Вы не дабыли мне. Нужно? Уедут сейчас. Станислав. Я не знаю, мы заранее. Станислав. Расписываться будете? Вы отстранены от управления, вы отстранены расписываться будете? Станислав. Станислав. Встаньте. Наручники с вас сняли. Встаньте. Ведите себя по-человечески. Встаньте. Нормально. Станислав. Слышите? Будете расписываться, нет? В общем, я сообщаю вам, вы отстранены от управления автомобилем своим Ford. отказались пройти медицинское свидетельство, не проследовать в больницу МОН для прохождения медицинского свидетельства. Поняли, да? Станислав, слышите меня? Нет? Понимаетесь? Понимаетесь? Ну, Станислав, что с вами? Скорая нужна вам, нет? Ну? Станислав. Скорая нужна вам? Я постал. Станислав, вы слышите меня? Скорая нужна? Все? Нормально все? Нормально все? Нормально все. МОН поедете, освидетельствование проходить, нет? МОН поедете, освидетельствование проходить. Медицинское свидетельствование МОН поедете, проходите. Медицинское свидетельствование проходить. Наслышим. МОН, МОН. Наслышим. МОН, больницу. Наслышим. Вы слышите? Нет. А что с ушами? Посмотрите, что-то на слух жалуется Нормально, нормально Вообще, вы меня слышите? Я слышу вас Не слышите вообще? Все, мне сейчас вас опросить надо Что он дурочку валяет Все Сейчас я вас опрошу быстренько Мы его потрогали, он не среагировал Я взялась на 14-й И давай он на 14-й порой как-то решать Человек, который приходит в чувство только после нашитаря Он находится, скажем так, в сознании Все понимает, контактен Он уже отвечал мне на вопросы Оказалось, что мне нужна помощь ему Да он может сказать все, что угодно А вы кто? Мамаев Владимир Владимирович Я защитник Я защищаю его интересы Я защищаю его интересы В суде сейчас я готовлю заявление Следственный комитет на данных сотрудников полиции В связи с тем, что они применили к нему физическую силу Издевались Я не видела, что его издевали Ну вы не видели, да Это понятно, что не видели После того, как вы ушли На него одели наручники По-моему, я сейчас посмотрю Там, по-моему, вы даже когда пришли Когда пришли, он был в наручниках или нет? Да, он был в наручниках Был в наручниках То есть человек находился в бессознательном состоянии В наручниках, в закрытом, замкнутом пространстве Вас не смутила вообще вот эта ситуация? Никак? Ну вызываться тогда меня на... Какого вы дня вызываете? Ну да, как качественный свидетель Ну просто я на всякий случай уточняю Может быть, есть смысл, нет смысла вызывать вас Ну, по ходу дела, есть смысл вызывать Как вы определили И определяли ли вообще, что он адекватный И в каком он состоянии? От него были какие-то запахи спиртного и тому подобное? Нет, там этого не написано Я говорю, что этого не написано Я на это тоже обращаю внимание Потому что мы сказали, чтобы этого не писали Ну а сам запах был или нет? Запах я не ощущала Вы не ощущали? Запаха не было у алкоголя? Не было Я не считаю